Видео подготовлено специально для сайта fb.ru Многие утверждают, что не понимают русских. И действительно у нас так много жестов, что мы можем заменить целый разговор одним движением. Чтобы научиться понимать все знаки, нужно родиться русским. Ну а остальных людей, не разбирающихся в невербальной русской культуре, мы научим пяти жестам, после которых они смогут смело общаться без слов. Давай выпьем. Щелчок двумя пальцами по шее. Этот известный исключительно русский жест. Призыв выпить. Легенда гласит, что во времена строительства Санкт-Петербурга, неизвестный русский умелец так поразил Петра I, что царь решил наградить парня всем, чем тот захочет. Мастер не растерялся и попросил поставить себе клейму на шею, которая давала бы ему право пить в любом заведении бесплатно. Он просто должен был щелкнуть по шраму на шее, чтобы его узнали. Шиш тебе. На протяжении веков в русском языке этот конкретный жест, который можно повторить, просовывая большой палец между указательным и средним, был аналогом среднего пальца в других культурах. В разные времена в отдельных странах он считался оскорбительным или отгонял духов. А сегодня это просто значит, вы ничего не получите. С меня довольна. Приставив ребро ладони к горлу, вы дадите понять, что вам достаточно, или вы устали от этого. Причем это не обязательно связано с едой. Показывая подобный жест хозяину стола, вы намекаете, что никогда больше не хотите есть его пищу. О боже. Хлопок ладошкой по лбу. Как жест стал в России популярным во многом благодаря мемам. В России он обозначает, какой я глупый или как я мог забыть. Забыть, выключить свет, покормить кошку и другие вещи. Как насчет денег. Если вы потрете большим пальцем, сомкнутые в месте указательный и средний, вы определенно намекнете на деньги. Старшие поколения больше привыкли использовать его при обозначении взятки. А вот более молодые люди обозначают им практически все, что связано с деньгами. В отелях по всему миру это призыв датчи вы и швейцару. Так что ясно, откуда растут ноги. А какие вы еще знаете жесты, которыми вполне можно заменить некоторые фразы в разговоре? Пишите об этом в комментариях. Если понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Материал подготовлен для сайта fb.ru